Мы сейчас рассматриваем довольно абстрактную рам-модель. В ней рассматриваем довольно абстрактные алгоритмы, но, как я сказал, эта модель довольно хорошо приближает реально существующие процессоры, причем широкий диапазон процессоров, от тех, что стоят в ваших компьютерах, до тех, что стоят в микроволновках. О, большое скрывает особенности этих процессоров. Тем не менее, алгоритмы, которые работают, например, за ОТН-Логен, они хоть и по-разному работают, но поведение у них все равно в какой-то мере близко. И можно ожидать приблизительно одного и того же времени работы от таких алгоритмов. Ну, конечно, если у вас какие-то очень тяжелые операции внутри, то эта интуиция вас подведет. Ну, понятно, что вы должны это ожидать, если что-то такое делаете. Как же интуитивно вообще ориентироваться? ООТН-квадрат — это вообще много или мало? Или ООТН-Логен — много-мало? Насколько быстро это выполняется? Я сразу скажу, что с развитием техники оценки, конечно, поменяются. Хотя уже последние лет 20 тактовая частота процессоров не сильно растет, поэтому в ближайшее время для последовательных, по крайней мере, непараллельных алгоритмов оценки будут приблизительно такие же. Сейчас я дам какие-то ориентировочные значения, на которые стоит смотреть, когда вы хотите просто примерно оценить, подойдет ли вам алгоритм, работающий за ООТН, за Н-логен, за Н-квадрат. Сколько такой алгоритм работает в секунду? Вот мы хотим за секунду что-то сделать. Какое должно быть Н, чтобы наш алгоритм за ООТН-квадрат работал в секунду? Начнем с алгоритма, работающего за ООТН-логен. ООТН. Это очень быстрые алгоритмы. И, например, за секунду на массиве длины миллион вы можете ориентировочно выполнить миллион бин-поисков. Еще раз напоминаю, это условная оценка, но ориентироваться можно на такие числа. То есть ООТН-логен это что-то очень быстрое. Даже на массиве длины миллион вы успеваете выполнить миллион бин-поисков. ООТН-логен на самом деле это что-то очень близкое к ООТ-единице. Но не совсем. Все-таки на практике есть разница между ООТ-единицы и ООТ-логен. Но если у вас ООТ-логенный алгоритм, можете ожидать, что вы можете очень много раз в секунду проделать такой алгоритм, и вы не выйдете за предел этой самой секунды. Алгоритмы, работающие за ООТН, это уже нечто другое. И, например, алгоритм, работающий за ООТН, на массиве длины 10 миллионов, работает примерно за секунду. Конечно, я тут имею в виду алгоритм, который все-таки что-то делает, а не просто читает массив слева-направо. Из-за особенности работы процессора, просто чтение слева-направо будет на самом деле быстрее. Можно больше массив даже обработать за секунду. Но алгоритм, работающий за ООТН, он подразумевается, что-то все-таки делает, что-то вычисляет, и, возможно, не один раз проходится по массиву, а несколько. Но константное число. Так что итоговое время ООТН. И вот такой алгоритм ориентировочно на массиве длины 10 миллионов работает в секунду. Далее. Ориентировочно алгоритм, который работает за ООТН лог-н, работает за секунду на уже массиве длины миллион, то есть в 10 раз меньше. Довольно близко, но все-таки не то же самое. Все-таки Н лог-н это несколько помедленнее, чем ООТН, но довольно близко. Алгоритм, работающий за ООТН квадрат, уже существенно медленнее. Он выполняется за секунду примерно на массиве длины 3000. Опять же, напоминаю, это все ориентировочные числа. И так называемые экспоненциальные алгоритмы, алгоритмы, которые работают за время от 2 в степени n или 2 в степени корень из n, что-то вот такое, они уже работают очень медленно на очень даже маленьких входах. Ну и, например, за секунду такой алгоритм мог бы отработать на массиве длины 20, а вот на массиве длины 25, 30, вы уже, возможно, не дождетесь его, и может быть даже за минуту, а может быть даже и за час. Конечно, все это сильно зависит от конкретного алгоритма. Если алгоритм просто перебирает все целые числа в цикле, прибавляя каждый раз единицу от 0 до 2 в степени n, то он, может быть, и быстрее отработает, и может быть не на 20, а на 30. Он сработает одну секунду. Но тут я имею в виду какие-то более сложные варианты алгоритмов. На эти числа можно ориентироваться, но все же алгоритмы, даже те, которые работают за n-logen, например, они очень разные, и алгоритм сортировки слиянием работает в 4-5 раз быстрее, чем аналогичный алгоритм сортировки кучей, который тоже вроде как работает за n-logen времени. Проблема здесь в особенностях реализации процессоров и в особенностях организации памяти в них. Мы это обсудим немного позже. Будем говорить, что алгоритм с временем работы O от f от n оптимален, если любой алгоритм, решающий данную задачу, на входах длины n в худшем случае выполняет омега f от n операций. Тогда это самое время ttf от n называется оптимальным. Цель нашего анализа чаще всего найти оптимальный алгоритм, то есть сомкнуть O и омега. Чаще всего мы доказываем, это так называемая оценка снизу, что алгоритм не может работать быстрее определенного значения. Например, сортировка не может работать быстрее, чем за омега n, потому что ей нужно как минимум просто считать входной массив. А с другой стороны мы оптимизируем сами алгоритмы, улучшая их асимптотику. И в итоге мы хотим, чтобы эти оценки снизу, так сказать, то есть вот эти вот омега, гарантии, что быстрее нельзя, математические доказательства, что столько времени придется потратить, чтобы они сомкнулись с O большим, с настоящими оценками, которые мы можем добиться на практике. Алгоритм называется линейным, если он работает за O от длины входа. Довольно очевидно, что для многих задач линейный алгоритм был бы оптимален, потому что нужно как минимум просто прочитать вход. Вот как в приведенном примере алгоритма сортировки. У от n времени точно нужно потратить. То есть линейное время приходится тратить. Но иногда удается доказать, что даже линейного времени достичь не удастся. Например, из курсов математики вы знаете, что если ваш алгоритм сортировки может сортировать входные элементы, только выполняя сравнение их, то есть больше, меньше или равно, то такой алгоритм не может сортировать массивы длины n быстрее, чем за n лог n в худшем случае. Доказательство это не очень простое, но на самом деле не очень и сложное. Здесь я его приводить не буду, просто вот такой факт, что не всегда линейная нижняя оценка оптимальна. Иногда можно добиться оценок получше. И таким образом мы, например, понимаем, что алгоритм сортировки слиянием оптимальный. Он работает за n лог n, и быстрее, чем за n лог n, нельзя. В некоторых задачах читать весь вход не нужно. И там линейный алгоритм не обязан быть оптимален. Ну, это не такие уж частые задачи. Обычно мы рассматриваем задачи, которым все-таки нужно прочитать весь вход. Но, тем не менее, это некоторые важные алгоритмы, такие как бинарный поиск, они не читают весь вход, и они работают быстрее, чем за o от n. Они работают гораздо быстрее за o от лог n, например, как в случае бинарного поиска. Такие алгоритмы тоже есть.